всем привет добро пожаловать в аленка блог сегодняшнее видео будет о люксовых ароматах и тема такая люксовые ароматы которые я не применяю ни на что и эту тему я посмотрела подсмотрела у катего pencil box мне очень понравилось ее видео и я написал ей директ можно ли сниму видео на такую же тему она сказала конечно снимай вот я снимаю для меня нету четкого разделения конечно она есть но вот как бы моем вот где-то вот сердце ниша и люкс они соседствуют очень прекрасно соседствует моем шкафу я их ношу порой вместе с утра нишу вечером люкс или наоборот то есть я понимаю да есть отдельная ниша которая не вкладывает деньги в рекламу у них более какое-то сырье может быть дорогостоящее и есть люкс который реклама счет рекламы огромной продажи имя работ в общем все работает на имя я понимаю это это мне это это безумно нравится но если говорить например о парфюмерном снобизме да когда говорят что нет ну люкс это так избита все носят я никогда не буду носить люкс я люблю нишу я буду носить нишу это дорого это престижно это вал красиво не избитый так далее я не так у меня такого нет мне может понравиться одинаковый нишевый аромат который стоит дорого я его понимаю почему он стоит я его куплю также мне может понравиться люкс который стоит меньшей но он будет не менее хорош для меня и даже какой-то вообще вообще дешевый аромат из масс-маркета войну почему нет поэтому это все зависит от нас самих берите покупайте то что вам нравится тоже в то в чем вы чувствуете себя просто прекрасно будь то ниша будь то масс-маркет будь то люкс это неважно абсолютно важно как вы себя чувствуете в этом аромате и я сейчас вам покажу мои люксовые ароматы которые не применяю ни на что которые нежно люблю которые у меня уже некоторые из них повторы появились повторно и наверняка вы почти все их видели но объединить их в одно видео еще больше удовольствия первый аромат вот такой это жан-поль готье мадам это туалетная вода существует еще парфюмированная вода она с черным градиентом здесь вот видите розовый взбалмошный яркий необычный вот он реально очень необычный аромат я люблю ароматы с нотой алкоголя для меня один одним из любимых сейчас стал аромат от брау браун до односомата так такой прям очень алкогольный старт и вот здесь тоже не менее красиво не менее круто сделанная нота гренадина просто лидирующая потом там к ней присоединяются и цветы и фрукты и не знаю что еще не разбирал но великолепный великолепно если вы любите яркий аромат если вы любите привлекать к себе внимание он он хорош он хорош для шумных вечеринок он хорош для прогулок он такой вас знаете спутник такой вот надежный классный веселый стильный прекрасный аромат можно купить сейчас за очень недорогие деньги поэтому обратите на него внимание пожалуйста туалетная вода стойкость потрясающе и стойкости шлейф в общем я рекомендую от души следующий парфюмерный дом это кашарель и я хочу показать любимые ароматы у дома кашарель для меня это лулу у меня также есть и т.н. у меня есть она из она из тоже прекрасные представители что мне нравится в этих ароматах они но нереально звучат как-то вне времени то есть они были сделаны уже достаточно давно но прошли годы и они не перестают удивлять и как-то вот будоражить мое воображение особенно лулу лулу для меня вообще аромат загадка странные дымные немножко мрачный знаете лулу для меня это такая девушка актриса красавица красавица ну знаете да эту историю красавица который может быть и томный и загадочный который может быть взбалмошный страстный какой-то немножечко с безумным какими-то идеями как он на себе поведет вас в какой день вообще трудно предсказать аромат живет сам по себе вот есть вы и вот есть аромат ну это так интересно его очень интересно носить очень интересно его ну как бы изучать прекрасный аромат тоже стоит сейчас какие-то вообще маленькие денюжки поэтому я рекомендовала бы это новая версия у меня есть еще маленький винтаж знаете я не вижу прям яркого такого различия я не спец по винтажным ароматам я как бы у меня еще не настолько все натренирован может быть мой нос но достойная достойная новая версия мне нравится так следующий аромат который у меня появился уже второй раз это аромат майкл корс и аромат это называется майкл по моему когда он у меня был первый раз я вообще не могла носить то есть он для меня казался слишком ярким не у все обращали внимание для меня это было тогда вообще через чересчур сейчас конечно это я балдею что это это пела цветочный медовый просто охапка белых цветов самых 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 свежайших только срезанных туберозы жасмин лили вся вот это вот моя любимая красота в меду сладкий сладостный шлейфовый невероятно стойкий опять что касается ниши что касается люкса это яркий представитель люкса яркий представитель ниши у нас бренд на сама то который я люблю и у нас сама то есть аромат наркотик винас который очень сильно похож вот на этот аромат вот ну реально девочки кто вот будет возможность сравнить им конечно они разные конечно есть там тонкости есть там какие-то грани но подача история которые несут себе эти ароматы одна и та же вот реально обратите внимание следующий ярчайший представитель люкса естественно это шанель но на глидер вообще в этом направлении и для меня конечно парфюм номер пять концентрации именно это парфан мой любимый у меня был чистый парфюм для меня он пока еще ну не знаю он слишком как бы интимный нет в нем легкости здесь у нас много воздуха много легкости много вот какой-то вот полет в нем есть парфюм он уже вот больше вот сидит близко кожи вот в этом с ним сидите такие красивые благоухающие но вот я люблю когда все-таки есть такой немножечко полет поэтому да моя любимая пятерка премьер тоже я очень люблю но вот пятерка да пятерку не променяю никогда и ни за что люблю и следующий представитель люксовых люксового направления это конечно же дом крестьян дюр и для меня наверное наряду с шанель он один из самых любимых люксовых домов жадор спрашивайте конечно прекрасный прекрасный аромат с туберозой тут он такая красавица знаете породистая такая прям грациозная я люблю аромат с туберозой все уже знают я говорю об этом не раз но вот этот аромат не про меня ни на один нишевый есть в нем какая-то знаете классичность он звучит дорого он звучит женственно он звучит в то же время тонко и как-то вот ну он интригует мне он нравится хороший представитель люкса дом крестьян дюр обожаю еще один представитель дома крестьян дюр это туалетная вода диорисима для меня это такая знаете история любви вот такой хрупкой только только зарождающийся очень нежный аромат ландышей ну это как первый поцелуй такой вот что то вот как крылья бабочки такой прям легкая 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 очень красивые если вы любите ландыши попробуйте диорисима в туалетной воде прекрасно с чем я могу сравнить из ниши ну прекрасный представитель аромата в сландыши шами у нишевого у нишевых ароматов это конечно пентхалигон лилео в давали это классика ну это тоже здорово это здорово и следующий аромат тоже дома крестьян дюр который я обожаю это дюна дюна моя уже вторая бутылочка она бесподобна она бесподобна аромат шершавый аромат такой ветреный такой с горчинкой ну такой как я уже говорила прожженный солнцем пустыни или степи вот знаете где вот эти перекати поля летают вот эти вот шшшшшшшш такой вот воздух классный не применяю не применяю никогда ни на что не ниша вот что не хотите говорить региона для меня это вот такой вот прям классный аромат следующий аромат совсем другая история. абсолютно это дома эвсен лоран вдп секунап uh это гурманика это ярчайшая гурманика вот просто наверно сейчас у меня в шкафу Это самый, что ни на есть, гурманский аромат. Ну, наверное, еще коколад гриди от Монталь, который я вообще не ношу в последнее время. Как-то все перегорело, переболело. Но вот здесь есть что-то такое, от чего мне хочется просто уткнуться. Вот в этот вот флакон и вдыхать его, вдыхать и вдыхать. Он меня бодрит, он меня поднимает настроение, согревает. Он исключительно зимний для меня аромат. Летом это будет перебор. Он очень тяжелый, он очень сладкий, сахарно-кофейно-ликерный. Но как это все красиво? Не знаю, мне очень нравится. Очень, очень нравится. Гораздо больше нишевых манталей и так далее. Великолепный, классный. Следующий дом, который я люблю, это Герлен. Я, знаете, что не взяла из шкафа Шалимар. Ну, все знаете, да, Шалимары, это классика. Я хотела вам показать Митсука. Митсука для меня, знаете, аромат, вот какая-то вот история. То есть я его ношу в какие-то, когда у меня странное настроение, когда у меня немножечко меланхоличное настроение, задумчивое, может быть, даже плохое и депрессивное. Вот он как-то вот мне все это дело скрашивает, облагораживает. Например, я помню, дождь на улице, так вот серо, знаете. И ты вот сидишь дома один, кофе себе сделал. Я еще люблю включать оперу. И вот ты сидишь, слушаешь оперу, весь такой Митсука и такая, знаете, внутренней медитацией, и кайфуешь, тебе хорошо. Ты прям есть так. Вот для меня Митсука это какая-то такая история, не знаю, какая-то терапия терапевтическая. Великолепный аромат, великолепный, великолепный. Очень редко его ношу, но должен быть у меня всегда. Следующий, такие все у меня разноплановые, яркие, я прям... Следующий, конечно же, куда без нее, это Аура от Меглер. Когда-то давно у меня был Энджел от дома Тири и Меглер еще тогда. А сейчас Аура. Энджел я повторять больше не хочу, ну, уже все, переболела. И опять вот сахарные вот эти сладкие ароматы. Немножечко отошли у меня сейчас на другой план. А вот здесь он меня сразу же покорил, сразу же меня влюбил в себя при первом же вдохе, при первом же затесте. Чудесный, чудесный, такой вот необыкновенный аромат. Потрясающее оформление, конечно, вот это сердце. Я его называю сердце монстра, такое дикое, которое надо приручить. Но, конечно, это все игра слов. Конечно, тут ваниль, какие-то тропические лианы. Я не знаю, что положить. Аромат просто красивый. Но вот все вот Аура, которая от него исходит, от Ауры, она прям даст фору любому нишевому аромату. Для меня, на мой нос. Люблю его. Люблю. Конечно же, красивее всего он звучит летом, но и зимой, знаете, тоже очень даже ничего. Попробуйте, если у кого-то она есть. И следующий аромат и представитель люксового направления – это агент-провокатор. И, конечно же, классический агент-провокатор. У меня есть еще «Лэджент» и «Госпожа». Еще что-то есть. Короче, я говорю сейчас об этом именно аромате. Он классный. Он классный. Я не знаю, сейчас еще его выпускают или нет, или это уже снято, потому что постоянно какие-то дебаты идут. Для меня он стоит наряду, вы сейчас, наверное, упадете и изумитесь, наряду с «Портрет оф леди» от Фредерика Мали. Я не хочу сказать, что они похожи как бы по звучанию, но что-то есть. Именно вот этот роза в специях, как она обыграна там, как она обыграна здесь, конечно, это небо и земля. Но, тем не менее, вот этот вот параллель ниши и люкса вот в этих двух ароматах для меня она такая вот прям стертая. Я могу носить и это, и «Портрет оф леди», и получать просто удовольствие. Вот такой вот аромат. Попробуйте, если есть возможность его где-то приобрести. Обязательно приобретите. Мне кажется, он прям the best. Следующий аромат, который я уже показывала сто раз, покажу еще сто один, сто первый раз. Это, конечно, ботеговинета классическая. После предыдущего моего видео очень много в комментариях написали вы, приобрели аромат после моего рассказа. Вот этот. Мне так приятно. Спасибо вам большое, что вы так прям доверились и купили. Кто-то вслепую даже брал. И всем понравилось. Это здорово. Это здорово. Аромат, правда, потрясающий. Даст фору любой вообще нише. Не буду долго о нем говорить. Я люблю кожные ароматы. Но вот здесь кожаная кожа, она больше такая замша, больше такая, вы знаете, надушенная женская замшевая перчатка. Классичный аромат, роскошный, дорого-богато звучит. Бесподобный. Ботега, винета, классический аромат. И у меня есть еще вот такая Ботега, винета, Эдувелюр. Я вот сейчас думаю, тот закончится. Какой брать? Эдувелюр или классический? Эдувелюр, он звучит более сладко, как-то даже, знаете, ликерно может быть. Я почему-то чувствую здесь вишню или сливу. Ну, ягоды, ягоды какие-то. Очень мне нравятся. Это все ароматы, которые я хотела вам показать из коллекции. Дальше я просто вот пару слов скажу о ароматах, которые я бы хотела бы себе приобрести. Я бы хотела... Из люкса. Я бы, конечно, хотела бы себе приобрести новый Живанши, но не знаю еще. Пока, ну, маленький, может быть. 30 миллилитров enough, хватит мне. Потом мне интересен аромат новинка от Бербери, который сделал для них Киркиджан, Киркиджан, который многие пишут, что схож с Бакара Руж. Бакара Руж для меня неоднозначный аромат, но вот недавно, буквально два дня назад я его наносила в магазине. Девочки, я улетела, я пропала, все мне нужно. Это такая красота была. Это... Я шла по улице и чувствовала, вот прям как вот вокруг меня вот какая-то вот сила, энергия. Не знаю. Это было великолепно. То есть я прям... Еще одна у меня в списке. Пункт появился. И вот новый от Бербери я бы хотела послушать, понюхать, разносить. Потом мне очень интересен аромат от Элизабет Тейлор White Diamonds. Мне его рекомендовала моя подписчица Юлия. Юля, привет, если ты меня смотришь. Я его еще до него не дошла, еще не понюхала, но вот хочу. Тоже стоит вообще недорого. И много чего. Прекрасный люксовый бренд, конечно же, Kinzo со слоном. То, что сейчас они делают, ну, это в японском направлении. Это красиво, это воздушно, это трогательно и легко. Но вот мне нравился больше тот Kinzo, такой слон, тигр, джангл. Это, конечно, the best. Ну, много, много чего есть классного у люкса и много чего есть хорошего у ниши. Поэтому у нас с вами право выбрать для себя и это, и это. Как бы все это настолько гибко. Мы вообще гибкие люди. Можем носить все, что угодно. Все. На этом все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Пишите в комментариях ваши любимые ароматы, люксовые. Мне всегда интересно вас читать и отвечать на ваши вопросы. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok